Первым делом Матвей Гершевич познакомил депутатов с новым министром внутренних дел Олегом Кудиновым, который приехал к нам из Новосибирска. Как отметил чиновник, он готов к конструктивной работе. В первую очередь будет наведен порядок в лесной и нефритовой отраслях. По уровню преступности Бурятия сейчас находится на втором месте по России. По словам нового министра, он уже принял ряд мер, направленных на улучшение ситуации в республике. По линии организованной преступности, здесь за последний месяц два лидера уголовной преступной среды было арестовано. Один так называемый положение с республики Бурятия, так называемый, я уточняю, находится в следственном изоляторе. Второго задержали и арестовали в городе Новосибирске по нашей инициативе. Это направление и дальше будет под нашим пристальным вниманием и контролем. Также новый министр отметил, что криминогенность в Бурятии сложилась исторически. 34% от всего населения имеют проблемы с законом. В Иркутской области эта цифра составила 62%. Кроме того, бурятскому парламенту сегодня был представлен также новый министр природных ресурсов. Юрий Сафьянов приехал в Бурятию из Магадана. Он живет в республике 7 лет по образованию менеджер. Целью нашей совместной работы является рациональное и эффективное использование природного потенциала в интересах населения республики Бурятия, повышение качества его жизни, а также обеспечение устойчивого развития республики за счет сбалансированного подхода природопользования. Далее слово взял Вячеслав Наговицын. Он выступил с очередным посланием перед депутатами. Речь главы заняла почти два часа. Он отметил, что несмотря на то, что год был сложным, увеличение волового регионального продукта составило 3,5%. По реальным денежным доходам Бурятия вышла на седьмое место по России. Что касается налогов, то их собрали на 5% больше, чем в прошлом году, что в денежном эквиваленте составило 25 миллиардов рублей. Зарплата в среднем по республике стала выше на 13% и составила 26 тысяч рублей. Что касается промышленности в целом, то показатели сохранились на прежнем уровне. Большим ударом для бюджета стало банкротство Байкалфарма. Также были проблемы на предприятии Улан-Удэ-Стальмост. Но сейчас завод встал на ноги и сформировал портфель заказов в Амурской области. Много проблем на локомотиво-вагоноремонтном заводе. Там по-прежнему продолжают сокращать рабочих. Я встретился сам с руководством не предприятия, а холдинга. У нас был такой не совсем лицеприятный разговор, поскольку они нарушили все действующее законодательство при решении этого вопроса. Но тем не менее, на мой взгляд, мы нашли общие точки соприкосновения, как мы дальше будем выходить из этой ситуации. Мы, конечно, не можем давать прямых указаний. Стоять на смерти ни одного человека не убирать. Это было бы неправильно. Но если сокращение происходит, то оно должно в соответствии с законодательством. Каждый человек должен получить новое рабочее место, быть трудоустроен. Что касается инвестиций, республика привлекла 260 миллионов долларов. Из них 97% – это прямые инвестиции. Много времени в докладе Наговицына было уделено борьбе с преступностью и коррупцией. По-прежнему есть чиновники, которым есть что скрывать. Проведено 467 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых государственными и муниципальными служащими. В результате проверок в отношении 74 служащих установлены факты предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах. 36 служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. Глава призвал парламент к консолидации усилий и выразил озабоченность ситуации на Украине. 2014 год будет для нас не менее напряженным, а события на Украине неизбежно скажутся и на экономике, на социально-политическом климате как страны в целом, так и республики Бурятия. Сегодня для нас как никогда важна консолидация общества на выполнение поставленных задач. Людям нужны стабильность и предсказуемость, и мы обязаны им их гарантировать. Это была последняя сессия Народного хурала перед летними каникулами. Завтра парламентарии встретятся еще раз, но только для того, чтобы отметить 20-летие со дня основания республиканского парламента. Надежда Хлыстова, Вячеслав Батуев, Первая альтернативная. Продолжение следует...